Есть частности. Частность заключается в том, что на Украине сменился посол и туда пришел специалист военный, специалист по организации некого противостояния военного. Уже ряд экспертов говорят о том, что неизбежно серьезное обострение, не дежурный пинг-понг на линии фронта, который, тем не менее, уносит жизни, а серьезное военное обострение. Есть разные точки зрения по этому поводу, потому что украинцы тоже не особо, я имею ввиду, охотники воевать, простые люди, как говорят, загнанные в окопы. Тем не менее, мне кажется, что по грузинскому сценарию могут сделать так, чтобы втянуть Россию и чтобы все загорелось с новым пламенем. У вас какое внутреннее ощущение? Я, наверное, впервые озвучиваю то, что такая мысль, она вертится уже давно. Нелегитимная смена власти на Украине в 2014 году. Но тогда была полулегитимная, можно сказать, третий тур в четвертом году, 26 декабря. Приняли, отыграли в шестом и в десятом. Сейчас ситуация другая. Значит, то, что произошло сейчас, вот нелегитимная смена власти в 2014 году, она не может легитимно вернуться на круги свои. Понимаете, о чем я говорю? То есть нельзя выборами решить эту задачу. Все, что мы пытаемся решить политический вопрос, когда ты играешь по чужим правилам на чужой доске, где у тебя собьют фигуры или просто скажут, ребята, измените правила вообще, когда у тебя нет половины фигур. Но я фигурально выражаюсь, раз вы вспомнили Бжезинского, раз мы вспомнили все. У нас заранее невыгодная позиция там, по чужим правилам, на чужой территории, на чужих условиях. Поэтому легитимно, на мой взгляд, как бы это жутко не звучало, оно не лишится. И ваше предположение, ваши риски, да. Вопрос, сколько? Я в третий раз или в какой же сейчас вот в нашем эфире говорю, фактор времени самый страшный для людей. Каждого из нас это фактор времени, это время нашей жизни, это время жизни тех людей, которые воюют на фронте, которые что-то пытаются создавать или не создавать, или тех, кто хотят уехать. Это вот жизнь наша здесь и сейчас. Но получается, чем быстрее, тем лучше? Нет, я так не сказал. Я просто сказал, что это фактор времени, который играет против нас, против всех. И в том числе против Украины. Я сейчас пытаюсь подняться, как бы мне тяжело не было больно, потому что для меня Донбасс в этом плане, это вот та ситуация, которая, та боль, которая, безусловно, затрогает миллионы людей, которые без прав сейчас, почти практически без прав, которые, ну то, что ты говоришь, ты в меньшинстве, в большом, говоря о тех людях, что они имеют право на жизнь, что они имеют право на защиту, что они много чего. Я не хочу оправдываться, я подбираю те слова, чтобы не выглядеть, ну посмотрите на людей, ну здесь я не хочу выглядеть в роли оправдающей, но это так. Понимания там этого нет. И вопрос решения задачи путем переговоров, это, на мой взгляд, нерешаемая задача. Да, я говорю, я соблюдаю политец. Минск, да, он предотвратил там на пять лет решение задач активизации военных действий. Но это не каким образом не предотвратило, не позволило решить какие-то экономические, социальные задачи. Подчеркиваю, каждый день пропасть дальше, пропасть глубже, пропасть шире. Точка. И вот это та реальность, и пусть меня кто-то опровергнет, стоили с другой стороны. Это никому война не интересна. Мы туземцы сейчас. Я отброшу большую политику, больших дядек, потому что, говорят, простые люди. Сложные живут по-другому. Сложные он торгует сейчас на десяток миллиардов долларов в торговле. То есть, их ничего не парит, что от агрессоров они получают там продукцию машиностроения, получают топливо. Ничего не парит. Продажа взаимная. Да, там 70 на 30, по-моему, перекос. Сколько у Донбасса сил хватит еще терпеть? Знаете, у меня когда-то в 2014 году были, знаете, такие пейзажи Австрии. Там депутаты, стои с другой стороны, эксперты. Там начали Иловайское наступление. Ну и депутаты украинские там. Мы парад победы проведем 24 августа, День независимости Украины в Донецке. Вот я тут что-то врезалась на всю жизнь вот это. Ну как-то не получилось у них. Но это мнение злорадства вызывает. О чем вы думали? Говорят, русские виноваты. Хорошо, русские виноваты. Говорят, и они сказали, что тогда фраза прозвучала, это вопрос к Донбассу. Говорят, если бы не русские там, типа, вы бы неделю не продержались. Я говорю, я стесняюсь спросить, а если бы американцы уехали, сколько вам часов погрузиться на самолеты хватило? У нас дискуссия была закончена в 2014 году. Вот для меня внутренне она закончена тогда. Вопрос, сколько, они говорят там, да нет, суток не простоит. Никто не простоит ничего в этой войне. Чем мы меряемся? Там люди защищают свою землю, они на своей земле, что бы там ни говорили. Что бы там ни говорили, как бы их это... Это их земля, это их жизнь. Нравится кому-то или нет. Они так хотели жить. Они без элиты этой живут сейчас. Они вообще без многого, чего в этой жизни живут. И остаются людьми, кстати, многие. Более великодушными, более благородными. Вот это правда жизни. Спасибо. 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 Спасибо.